Ну что, дашь нам демона? Нет, нет, демон другой. Во! Всем привет, это Айс. Сегодня мы играем в Хардстоун. Дополнение вышло. Возможно, вы увидели, как я открываю бустеры, хотя это довольно скучное видео. И сегодня я вам покажу интересную колоду. Пока мета полна безумными колодами, эта колода вполне себе может играть. Плюс она довольно неплохо подойдет к ребятам, которые, допустим, ну, особо не обновили свои карты, когда вышло дополнение, потому что здесь практически нет никаких изменений. Это чисто стандартный дискард лок. Но тут есть парочка изменений. Каких? Я расскажу в конце видео. Давайте начнем. Отказываемся от этого демона. Неплохая стартовая рука у нас. Очень неплохая. Корни. Противник играет корни, поэтому вызываем вот этого парня. А не импа. Это, скорее всего, друид на стражах. Это было очевидно. Ну, нам не страшно. Вот это интересно, конечно. Можно взять ожог души, так как у нас дискард лок. Но, я думаю, в данный момент демон более подходит для нас. Делаем вот так. Один гнев он уже сбросил. Не знаю, есть ли у него второй на руке. Нету. Вот он. Призываю первого стража. Ну, собственно, что? Наша задача бить по щам. Беспощадно. Бить по щам. Мы навязываем ему наш ритм. Вот он делает размах. Забирает импа. Один размах мы выбили. Он зачищает стол. Да, неплохой ход. Сдержал он нашу агрессию, но надолго ли? Ох, какая плохая карта нам пришла. А вот это хорошая карта. Вот это хорошая карта. Она нам сейчас не нужна. А нам пригодится на шестой, допустим, ход. Ну, блин, не знаю. Тут все карты сбрасывают. Нам бы не хотелось, чтобы все эти карты, на самом деле, вышли из игры. Какую-нибудь лазуру сейчас поставишь или что? Нет, ставит эту херовину. Неплохо. 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 Равновесие превыше всего. Равновесие превыше всего. Равновесие превыше всего. Грунт. Грунт. Нефрит выебил Закрываемся и по лицу Навешиваем друиду Теперь момент истины Все зависит от того, что придет ему в руку У него еще один свап Один гнев должен быть Но есть ли они у него в руке? Вот в чем вопрос Так, дайте подумать секунду Пускай сам зачищает Оптимист Ну что, ты оптимист или нет? Есть у тебя свап Или гнев А момент истины нету М-м-м-м-м-м Готовоу Спасибо за просмотр! у меня нет времени сливана и нам нужен демон и мы выиграем ну что дашь нам демона нет нет дима другой во все шикарно неплохо сыграно давайте еще одну игру в принципе можно играть и старым дискард локом так как мета сейчас действительно очень не устоявшиеся все пробуешь что-то новое за счет этого дискард очень неплохо можно выносить другие колоды так я возьму на всякий случай то и другое на случай если он сразу поставит а тем таким образом мы и убьем тварь ухо хо это будет вообще красиво поставь тотем и я выиграл поставь тотем и я выиграл пожалуйста поставь тотем твою мать ну ладно трог пойдет тоже нормально зайдет трог да детка главное пода уеху его не разбиться на хрен вот он да мы ждали его этого тотема мы ждали вытянуть карту или нет будем бить по лицу у него у яшка скоро должно будет быть по идее так вот тут нам придется немного делаем так объясню почему потому что что падал е все точно не попали но если он будет ее делать чтобы выжил хотя бы вот этот парень ну и соответственно слизнячок им поможет быть конечно мы зря поставили смотрите да он делает это а кого он будет бить оставим не забываем правое который может быть по тотем 100 ищет не повезло ему что он делает не очень пока понимаю неплохо неплохо должно быть ауе насколько можно без ауе давай ауе нет не будет демона дружище да ты слил ну извини да давайте перейдем к колоде так вот она колода дискард лока как вы видите кривая мана очень активный прессинг в начале и под конец нам буквально чуть-чуть карт давайте как всегда сначала по классовым потом по общим хотя можно в принципе наверное сказать сначала да не давайте по стандарту сделаем значит так два беса молчезара не забываем их использовать тогда когда нам нужно сбросить карту и потянуть какую-нибудь другую ну то есть чтобы стопудово этот парень нам профит принес в противном случае мы будем проигрывать по темпу и по наличию карт у нас в руке так как колода очень агрессивная агрессивный старт имеет две штучки дальше демон бездны две штучки также берем огненных бесов две штучки но не забывайте ставить их разумно не обязательно их надо ставить в первый ход помним что может нам противопоставить соперник два одержимых крестьянина тут тоже по ситуации в принципе можно разыгрывать их сразу нечего бояться ожог души две штуки чтобы также играть камбулиные с бесом тянуть карты поносить что-то тяжелое если нам это нужно желательно конечно тратить их на провокации далее библиотекар темнолесия ну знаете такая карта до относительно спорная но желательно иметь это очередной таки добор руки если вы опять будете играть в комбо с бесом это очень даже неплохо вы неплохо разгонитесь демонический огонь тоже такая ситуативная карта смотрите нужна она вам или нет с одной стороны она хороша можно и кого-то продамажить на 2 там добить тот же самый таунт или наоборот накинуть на нашего стражи ужаса например сыграть комбо с с ним в общем тоже ситуативная карта одна штука больше я думаю не нужно далее черный археолог замечательная карта которая нам очень пригодится в этой колоде очень пригодится ребята это одна из самых лучших карт здесь далее главарь банды бесов также хорошая карта при помощи которой мы можем неплохо и разогнать нашего члена совета темнолесия ну и просто будем практически всегда иметь что-то на столе даже если его убьют потому что он как мы знаем призывает бесиков посудный голем ну иначе бы эта колода не называлась дискард лог это голем который навязывает вот эту механику как раз его мы желательно не разыгрываем самостоятельно а желательно его конечно на стол выбрасывать путем сброса карт через зажог души стражи ужаса библиотекаря далее два члена совета темнолесье ну вы я думаю играли в предыдущем сезоне и знаешь что такое зоо агро локи и все прекрасно зазнают зачем эта карта нужна как она работает и все такое он очень тяжелый по холсам довольно быстро разгоняем поэтому это очень противная карта от которой противник будет стараться избавиться максимально быстро что нам пойдет на руку потому что пока он будет избавляться от него тратить какой-нибудь римов мы в это время просто заспамим стол выбросим наши карты будем бить по лицу по лицу и по лицу вот интересная карта заклинатель кристаллов одна штука это вот как раз из нового дополнения ребят она серая создавайте ее смело если у вас она каким-то боком не выпала создавайте ее он неплохо дополнит вашу колоду то есть все демоны станут тяжелее это намного противнее для противника далее два стража ужаса но также все играли против зоо локов знают как этот парень работает будет совсем хорошо если вы будет разыгрывать под беса это будет прям совсем хорошо карты потянем это будет замечательно далее теперь перейдем к общим картам их тут немного это вожак лютых волков уже сколько времени прошло это классическая карта остается востребованной берем ее и не обламываемся далее два жонглера кинжалами несмотря на супер нерв когда-то вы может быть застали те времена когда этот парень был 32 и это было просто мега имба теперь он хоть и понерфленный но до сих пор востребованный два жонглера берем и также не обламываемся два слизнюка кислотных нам надо зачем все просто роги воины может быть там еще кому-то каким-то образом достанется оружие ну и шаманы конечно же там охотники эти парни помогут нам против них поэтому имейте ввиду когда вы играете против этого класса желательно ну а в особенности воина там шаман они у чаще всего оружие прям юзают прям совсем совсем часто и у них их довольно много вот против них держать желательно этих парней в руке чтобы можно быстренько было оружием подломать и последняя карта защитник аргуса один-единственный больше в принципе не надо он может очень хорошо вам помочь очень хорошо затащить собственно как в последней моей катке в принципе он помог справился своей задачей замечательно вот такая колода не забываем ребят что у нас основное правило не защищать стол а бить по лицу ну конечно защищать надо но определенные моменты сами смотрите какие если вы понимаете что там сейчас что-то будет непоправимое лучше конечно же там какой противного моба убить и бить дальше по лицу спокойный со спокойной душой также мы убиваем таунты но желательно какими-нибудь ремо вами у нас их не так много правда вот размениваться нам очень нежелательно и главная механика бить в щи в щи вот такая колода при помощи нее в данный момент вы можете очень неплохо пройти прорваться вперед пока вот мета еще не сформировала все что-то пробуют пробуют новые карты новые легендарки новые сетапы и так далее в общем все ребят спасибо за просмотр и до новых встреч если вам понравилось видео ставьте лайки оставляйте комментарии а еще лучше подписывайтесь на канал пока